отдыхаем блин блин хорошенький мух был и отвечу на самый популярный запрос в контра страйке значит на поиске в гугле и на ютубе как стрелять в голову в кс 1.6 на самом деле ответ очень прост я назову его прямо сейчас в ролике понимаете он поможет поможет вам стрелять в голову и научиться стрелять голову поэтому смотрите видео внимательно без перемоточки и вы тоже научитесь этому навыку ветер его вынес а это подтверждение тому что я говорю правду и я расскажу как стрелять в голову другого зачем вообще учиться стрелять в голову в контр струкере объясняю для тех кто не понимает в голову летит больше урона вот так вот видите да именно поэтому от урона зависящая острота то есть от урона зависит стоит ли в цель голову ли это ребят конечно же я шучу рассказываю как будто каким-то ручкам вы же не дурачки их мои любимые подписчички воины вот так вот например ребят в твоей ситуации толку того что я выцелила бы ему головушку особенно в спину знаете мог промахнуться он бы развернулся меня вынес неприятная была бы ситуация все сразу сказали что я нубасик когда мы выходим на дальнее расстояние естественно же зажимать мы не будем как нубасики мы будем выцеливать голову там никого нет вот так вот тут например тоже мне нужно было ничего выцеливать я сделал быстрый дамаг по нему зажав клавишу левую клавишу мышечки вот так вот например вот уже в такой ситуации я бы не стал хэдик выцеливать правильно знаете мне на самом деле повезло все эти киллы я сделал случайным образом но мысль надеюсь вы поняли то есть головушку не всегда стоит выцеливать а как же все таки стрелять в голову давайте же все таки я вам расскажу например вот там стоит противник мы находимся на длительном на дальнем расстоянии от него естественно мне нужно пытаться высадить голову каким-то непонятным зажимом шо надо шо тебе надо а кусик мой хочешь нет уходи уходи уйди как ладно забирай заслужил забирай забирай это победный акусик бери его короче тащи достоялся на месте и кидал его ладно объясню вам дальше ребят пока пацаны там вшатываются на таком расстоянии не буду сжимать правильно я лучше сделаю тапики но эти тапики зависит от выбранного вами оружия например у меня акусик я могу делать этапики одиночный выстрел по пуличной пытаюсь выцелить головку могу немножко зажать первые пульки и когда вы зажимаете с акусик когда он спокойном состоянии они летят ровно в цель именно поэтому я сказал что вот эта лото атака зависит именно от выбранного вами оружия например с «М» нам нужно самостоятельно выцелить ту головку потому что «М» такое оружие у которой первые пули не летят в цель как у акусика поэтому нам просто нужно играть эту вот золотую серединочку в прицельчике ну и пытаться самостоятельно выцелить головку на таком расстоянии тапать вот так вот вот так вот поцеливать либо небольшой чередочкой ну как стреляет код play он меня и научил также стрелять делать с одинаковой периодичность нажимать на левую кнопку мыши примете то есть если вы будете нажимать с определенной периодичность на левую кнопку мыши вы добьетесь того что ваш прицел будет смотреть ровно в цели пулей теть туда же опа вот так вот это делается вы слышали вы поняли меня не рассказывайте никому из ваших врагов этого секретика иначе они будут вас выигрывать допустим еще одним тренировочным моментом является стрельба вот по этому ящику примерно рост игрока и равен ящику то есть головка будет находиться вот на этом уровне вы пытаетесь целиться именно туда становитесь за этот угол и пытаетесь выцеливать вверх ящика примерно на том уровне будет находиться головка противника можете пикать например вы знаете что там враг стоит и вот так поп-оп-оп это и есть пикать оп-оп-оп-оп-о даете префы туда видите вот эти вот пули мои они летели вот сюда вот сюда он то есть примерно уровень головушки вот такие вот тренировочки но на самом деле я объясню нужны ли эти тренировки в реальной жизни нет ответьте мне на один вопрос вы хотите стать киберспортсменами такими киберкотлетками я думаю что нет возможно вы хотите но на кой она вам надо в двадцать первом то веке если например из ста процентов игроков которые хотят стать киберспортсменами вот пацанами кто разрабатывает миллионы долларов на интернешнл для всяких ланах из ста процентов только 0,1 процент становится этим киберспортсмена вы представляете 0,1 это допустим если взяли тысячи человек только из тысячи один бы им стал но при этом берем 1000 задротов таких которые прямо днями и ночами игру твой одну играют в ту же который прям днями и ночами играет в одну и ту же игру смотрите какой мощный там и карта то ну и мощнее что я сделал первый выстрел я пытался сделать тапиком которым я учила стрелять вот таким но потом я уже увидел что враг стоит 2 близко потом сделал тапик и зажал немножко вот и все ребят на самом деле это азы каждый человек умеющий играть в какой-нибудь шутер умеющий стрелять он делает точно так же это зависит не от мастерства вы понимаете что я и хотя я вот этот контр страйк а я ну басик тот еще может и кара с какой-нибудь а говно играет а подрубил так сказать а как думаете а ну признавайся что там подрубил какой членикс вот так вот вот так вот и забегаем сюда ой блин я не ожидал его здесь встретить да если конечно вы относите себя к этой этому одному человеку из тысячи вы можете тренировать аимочку таким способом киев которым я показал я это слишком уж деревянный способ древний либо идти на имки где перед вами будут скакать боты плясать а вы будете по ним выцеливать в этот раз я не лоханусь я знаю что здесь кто-то может быть вот так вот ему чем убежать смотрите я в нубской позиции буду их ловить или не буду я хотел поближе к нему подбежать это было опасно как я политически до выскочил хлоп друзья огромное спасибо за просмотр если бы хоть чуть-чуть хоть немножечко поняли смысл того что вам рассказал вы красавчики с вами был как сюда и кигут обязательно ставьте лайки увидимся новым видео пока пока